друзья очередной проект наш склейки аквариума большого литров 900 наверное вот по месту у заказчика сейчас собираемся смотрите значит тумбочку мы собрали здесь дядя коля собрал единственно что мы сняли боковушки и дверки чтоб их не повредить и зафиксирую убрали их спрятали вот сейчас везем стекло стекло ну вот задней части тумбы вот таким образом чалим сама она тоже закреплена сюда туда-сюда шурупчики вручен не поедет и все стекло тоже стоит на это статью в общем вот покос дай пройдут два больших стекла две боковушки между ними деревяшки вот так вот чтобы не съесть не съезжали они друг друга короче если поедут чтобы не стукнули ножки три ножки ну и даже если они упадут здесь двпшка у ребят лежит и как бы все мягонько как бы ничего страшного тут не произойдет так еще начнем друзья значит мы в гостях у модели есть то наверно правильно моделист да все 3 какие корабли то видимо человек сам собирает там парусники я к сожалению ну не понимаю ничего кораблях вообще ну красиво самолетики здесь разные стоят краски краски и вот целый такой стол разных красочек разных инструментиков для сборки этого всего интересно вот там будет стоять аквариум друзья вот в этом углу начаться вот давайте вот здесь вот будет стоять вот здесь как я понимаю ну может быть там правее может быть левее неважно в общем где-то здесь он будет стоять соответственно мы будем к видеть этот аквариум на вот этой вот фанерки ну собственно мы сняли ее вот отсюда с тумбы тумбу притащили сняли здесь будем сейчас его собирать алексей вот первый уже обезжирь в середину лег сразу в середину с него и начнем примерно да так сейчас я уже живу здесь и подставляем сразу вот с алексеем наша задача его сегодня собрать план такой собираем его здесь мы оставляем его сохнуть сохнуть пока не приедет нам прозрачный герметик вот как при прозрачный герметик будет через неделю мы приедем как раз он просохнет весь приедем его поставим на полочку сюда ну то есть мы приедем поставим полку поставим на нее этот аквариум и и завесим ребра стяжки и потом нам третий раз приехать только в принципе зачистить ну и забрать там эти как они называются кондукторы короче забрать все лёха что-то я не так говорю по планам два раза съездим вот обмани друга это мы вообще 2 я но я не знаю как ну не не невозможно будет нам во второй раз приклеить мы можем конечно схитрить мы можем на кондуктор их повесить и потом эти кондуктор например малины либо самодельный до кондуктор сделать и досочек чтобы здесь оставить вот так можем сделать а можем поговорить с хозяином хозяина роман зовут что если он бывает москве чтоб он нам их завез ну как-то так вот ну либо еще какой-то вариант например типа знаете повесили кондукторы пролили уехали куда-нибудь на часик потусовались в кино приехали кондуктора сняли но уже герметик прихватиться и уехали домой ну-ка я просто все возможные варианты перечисляем будем думать но сегодня у нас это нас сильно не волнует потому что у нас сегодня самое главное это собрать сам аквариум собрать его ровно чтобы он был весь перпендикулярный чтобы все швы были одинаковые так ну чё я фигашу вот так вот да ну друзья знаете что хочу показать 30 я полоску сделал она ровнее как я руками сделал я короче сады встаю так вот да я к тому что у меня получается без всяких приспособу я обычно так приспособку ставлю по стеклу так ряду на ровно получается а здесь смотри вот только не смейся поплыл поплыл я моя в конце то сотри прямо получил так еще раз это классно тренироваться так можно вот здесь лучше получилось 1 смотри какая красивая вот от руки все равно друзья ну вот смотрите сколько герметика ушло видите почти тюбик это только на том чтобы сделать дно я забываю что она обижена так очень аккуратно на очень на очень примерно вот так и да очень потихонечку очень-очень чуть раскрою закрывай может чуть вправо куда вправо чуть-чуть муж куда туда 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 чуть дальше может скажем немножечко так друзья смотрите мы поставили эти стекла но поскольку они стоят на совсем вот на таком краешке вот видите то я сейчас вот здесь хочу зафиксировать низ ну как я это обычно делаю скотчем я сразу здесь поставлю крестик так держишь свое да отлично зафиксирую его скотча тут моя стеклышко друг не сюда просто не спрыгнула это временная мера чем остальные ставим давай стать ровней углы смотри не забывай берет так и берет ничего не говорит друзья смотрите аквариум и стекла составили они обезжирены но у нас есть проблема поскольку пол здесь кривой а собираемые на фанере которая тоже вот такая вся гибкая то чтобы аквариум не получился кривой косой нам надо соответственно все выровнять выровнять чтобы это был четкий провели пипец прямыми углами с ровными швами но как вы сразу видите у нас вот здесь вот шов вот такой широкий сверху а внизу узенький получается у нас вот это стекло вот так вот а то стекло вот так вот ну то есть не параллельно сейчас нам надо вот эти параллельки вывести а и получается еще раз это стекло вот так ну вот этого так то и это стекло выше то есть она туда как бы вниз идет да а то наоборот сверху вниз то есть он у нас ну таким вот винтом стоит этот вид нужно убирать вот сейчас мы этим займемся вообще вся основная как бы вот это вот работа такая со склейкой аквариум это конечно же выставление вот этих вот размеров и она самая-самая сложная потому что ну конечный результат конечно зависит от вот вот это от этого выставления друзья на самом деле думал что у нашей работы ювелирные да а сейчас смотрю на эти кораблики а здесь вы не представляете просто насколько здесь есть мелкие детали и я вот например вот короче вот этого кораблика вдоль борта сеточка такая идет ну как перила типа понимаете да чтоб типа вот там человечки не падали за бар она высотой я не знаю камеры и на ней видит она высотой миллиметра три вот это вот сеточка вдоль борта и вот настолько это маленькие детали блин это классно просто так смотрится вот здесь вот тоже сеточка если я не знаю под каким углом ее будет не будет и ну наверно вот эту сеточку видно будет вот перила короче вот насколько мелкие вообще прикольно такое хобби я не знаю сколько времени занимает сделать там какой-нибудь такой вот корабль ну наверно подозреваю что много времени но еще раз вот так вот выглядит рабочее место а не знаю это хобби у человека или возможно возможно работаем не могу судить спрошу хозяева достаточно гостеприимные не отказали нам в кофе поэтому тут нам очень комфортно ну как я говорил пол кривой соответственно ну чем мы сделали мы во первых вот этот вот сделали два стекла вот это стекло и вот то стекло в параллельку короче вывели вот это первое чем мы сделали потом взяли вот этот угол подняли на равное количество вот таких вот резинок вот все у нас получается аквариум стал вот так чуть-чуть типа он вот так вот стоит а потом серединку серединку как бы поджали к стеклу к вот этому у нас это же поверхность ровная нижняя тоже ровно просто его поджали у нас получается идеально ровное дно вот ну просто в таких вот в полевых условиях это помогает взять аквариум зависите серединку прижать к стеклу друзья это таймлапс как мы вымеряем вот этот аквариум и настолько вот много времени тратится ну наверное примерно ну полчаса точно может быть даже минут сорок вот на вымерение всех вот этих прямых углов прямых линий зазоров нормально она вылазит за доходит я все-таки наверно включу таймлапс что невозможные снимать и сразу еще и проливать неудобно вот друзья смотрите вот если обратите внимание я проливаю да и за мной идет алексей с фонариком он не просто говорит что вот дошло не дошло заполнился ли шов или нет а еще после того как я сформировал шов он снова берет фонарик и мы снова с ним бегаем и смотрим где есть пузырьки и эти пузырьки выдавливаем если эти пузырьки не выдавить то потом этот пузырек при усадке герметика ну просто вырастает или несколько пузырьков могут соединиться вместе вот чтобы этого не допускать максимально этого не допускать вот мы с фонариком бегаем даже вертикальные швы чтобы нигде никакой пузыречек не затесался вот приятно заканчивать работу последний шов красота как видите за один раз мы пролили весь аквариум он весь одинарный получается но это конечно так вот сложенько немножечко не просто получается просто так сделать ну наловчился смысл такой что вертикалки начинаем делать там где самый старый как бы шов по низу шли ну и планируем также чтобы короче там где перед там вот начинать чтобы потом вертикалки там делать чтоб если какой-то старый шов не получился то он был сзади то есть если вы не успеете вдруг сделать там последний шов или два шва то они будут задними и вы потом как бы но их сделаете они тупо будут красивым впереди у вас будет красиво вот этих сопряжений там видно со всеми них так не будет видно но тут вообще их не будет видно такая усталость приятная давай 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 что-то долго говоришь герметик согнута же очистить вот это все могу грязным работать так это черновой нет ты уже чистовым пошел нет черновая десятка чистовая то восьмерочка будет ты можешь посвятить там нет ты видишь тихо сформировали поэтому можно уже брызгать наверняка найдется кто-то кто спросит зачем брызгалка не для того чтобы шов формировать а для того чтобы скользил спать или по стеклу то есть вот так без него он так слышите он такой и шовчик как он будет такой это наверное да вот так но вот красивый шов хорошо получился наружный шовчик и последний штришочек офигенский вообще просто суперский получился шовчик давай я делюсь я делюсь уставший смотрите какой целый день сегодня с ним возимся везем стекла потом клеим это все ну красиво баночка друзья получилось прям все отлично отлично да она оставляется сейчас на неделю практически швы толстенные чем высок не стоит вот как высохнет приедет закинем его вот на ту тумбочку и зависим у макушки так что прошла неделя аквариум великолепен хожу струбцинки сняли алексея сейчас зачищает его все сделаем его красивеньким вот там вот уже не зачищен сейчас соответственно вертикал очки остатки низ перевернем его снимем как они называются бумажки вот и еще человек купил фон вот такой вот где-то у маши блюм там где-то там вот и ну нам его надо наклеить наклеиваем фонные естественно тоже за денежки это наклеивающий фон специальный вот чтобы он наклеить ракель вот такой сейчас будет раслинг я не знаю я не так взял я видел ты просил я хотел обратно друзья лёха же просил не я ну стопудово блин скажите кто просил халк или иваныч конструкция это очень прочная конструкция дорогие мои металлокаркас пол довольно кривой нам пришлось подставлять здесь выводить это все в нолик вот ну без лёхи невозможно было бы вся эта конечно операция так ну так вот стекло будет лежать вот она на кондукторе лежит нужная высота еще здесь одно стекло стяжка 12 миллиметров еще одну и получается у нас сантиметр остается сверху сложная такая работа вот знаете почему я имею ввиду по завеске вот этих вот верхних штук потому что здесь их придется сделать тоже за один раз вот как мы аквариум за один раз пролили так и вот макушку все надо сделать за один раз макушка состоит значит ребро ребро потом вот здесь вот стяжка вон они стоят эти стеклашки друзья стяжка вот здесь вот ребро ну по периметру короче с 4 рыбы и там ребро то есть вот эти вот пять стекла надо в раз в раз сделать приклеить их и только потом галтельки как бы сформировать о какая фигня то есть надо очень очень быстро сделать это все чтобы но герметик везде не засох и чтобы я успел сделать вот галтельки если сначала например сделать вот это ребро это и сформировать галтельку а потом положить сюда стяжку то когда вы будете эту стяжку придавливать к ребру у вас герметик выдавит уже шов который вы сделали вот в этом месте ну и вот здесь такие будут такие блямбы такие я такого не хочу я хочу чтобы был четкий везде как бы четко одинаково короче галтелька чтобы красиво просто было понятно что можно эту галтельку вообще не делать она начало влиять в принципе принципе на красоту она влияет да ну и чуть-чуть защищает шов что если вы там врезались там лезвием туда да там например чистили что ну дошла туда не дошли имеется ввиду до самого шовчика смотрите как он ровненький красивенький просто ахтунг красота какая я даже не знаю не смотрелась круче они везде такими одинаковый дядя лёша дышит ацетоном ух ты улетела туда одна на вот этих штуках но на стекольном заводе пишут мою фамилию каким-то ну таким белым маркером его потом его за цитом снимает легко ну просто приходится тратить на это время чтобы его очистить и тратить на этот цитон болит сейчас сижу и смотрю какой он здоровый вообще просто здоровяк лёха здоровый ну я про аквариум потом вставил лёха да правда он большой друзья метр девяносто на семьдесят и на семьдесят пять высотой стекло двенашка болинский просто такой зачетный банка для какого-нибудь монстра я даже не знаю что тут будет вот светильник будет от дмитрия боленского вот стар смотрите вот они это вот один светильник это за серия короче говоря там с управлением с телефона несколько этих каналов и это штор то есть на светильники так впереди будет шторка что ну заказчик изначально хотел крышечку туда ну я его говорил говорю лучше деньги потратить на классный крутой светильник потому что крышка но в данном случае мы просто покровники сделать и если классный светильник сам по себе аквариум начинает смотреться вообще бомбически просто ну то есть он легкий такой становится крышку сделали всех какая бы она классная не было это будет ну такой гробик тяжелый такой аквариум получается вот этот но это такой в стиле в этом вот вот адовском да вот просто ну размеры большие как бы да все это увеличено во много раз верхушечка будет прозрачным герметиком сделан то есть это все будет идеально красиво и конечно же крутые светильники круто очень классно дополнит этот аквариум я не знаю удастся мне его снять готовым как туда но это в любом случае будет круто смотреться вот очень очень долго идет процесс обезжиривания ну много на это время не тратится друзья это такая что наш пунктик такой на это прям кучу да я слегка поднимет еще ты торец протрет до торец тот то есть вот буквально каждый там мире миллиметр который будет соприкасаться с герметиком будет пройден ацетоном и там еще на несколько раз ну несколько раз для того чтобы ну человеческий фактор никто нет можете какой пропустить кусочек и потом будет плохо если там будет где-нибудь отлипнет из-за вот этого особенности в герметика чем люкс приходится высматривать вот эти вот те лег не вижу здесь вышла да ты видишь где-то лёха еще пузырь увидел и нам сейчас его надо будет этот пузыречек еще раз пройтись пукнуть так вот все взял беги в машину пусть это хорошо пошла пошла жара это конечно угнетают так и здесь вкусняшка кончился да 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 этот же так так это ушки так ой ну красота получается какая я прям не знаю не знаем она параде с чего я буду фу-фу-фу-фу-фу друзья закончили мы этого красавца ну посмотрите как это все выглядит все чистые вот эти сразу ребрышки чистые все как я вам уже показал вот я их вот так вот вытер она здесь эта полосочка была что серединка лёхая тоже стер вот все аквариум готов а ну тумба тумба на значит средняя часть у нас вот выталкивать или сейчас они вот такие модные друзья вот они ведь он прям вот в деревяшку туда ходит вот так вот нажал хопом вытолкал дверку нас обратно заткнул здесь у человека будут какие-то сачки шмачки там лежать там отверстия разные сделаны под выходы фильтров здесь тоже если посмотрите сзади отверстия вот значит здесь тоже по три петли дверки большие тяжелые поэтому две петли сделаны ой две ну две вверху одна внизу соответственно вот не здесь сделан фанеры но это по заказу он заказал вот это друзья тоже фанера ну вот видите на кромленая красивая вот отличнейший вам это помощь с доводчиком двери нас потихонечку так твой эти петли очень крутическая тумбочка на что-то еще как она смотрится вот сбоку вот так вот смотрится это все дело друзья алексей анатольевич вы как довольны устали ну конечно ну друзья вот такая баночка краса . так вот здесь можно будет залипать здесь модельки будет стоять у человека ну вот они эти шкафчики все пока отодвинуты ну вот тут вот диванчик какой-то на котором он тут же будет и тот же короче вот и телик можно смотреть и и как бы кайфовать в аквариум ну видимо как он говорил что и здесь наверно кресло какой-то поставить чтобы можно было отдельно сесть и уже залипнуть на аквариум друзья это небольшая квартира но это вот обычная хрущевочка душечка не знаю там квадратов 40 с копейками вот и в одной комнате вот небольшой стоит вот такой крутейший просто аквариум здоровеннейший крутейший аквариум я не знаю камера передает нет сзади синий фон но он такой темно-синий что практически наверно как темный такой кажется не знаю со светильником наверно все по-другому будет это дело смотреться вот аквариум суперский удовлетворение просто такой от работы друзья мы делали мы строили 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 и наконец построили вот и удовлетворение единственно что и друзья я забыл взять это покровные стекла вот сюда вот покровные стекла кладутся вот на эти вот ребрышки они специально рассчитаны сюда внутрь у них сделаны там вырезы под фильтры они остались на рыборазводни там соответственно я видимо мне придется еще суда разочек приехать и и привести короче говоря эти эти покровники вот все светлый старт как я говорил и да их тоже тут два варианта как поставить либо поставить их два светильника по 90 вот так он будут либо на ножке просто вот сюда поставить до 1 светильник либо вообще положите вот сюда он очень тонкий светильник ну сюда и сюда и 2 туда и он вот так вот в аквариуме будет как бы ну в одну линию а покровники они вот здесь вот будут мир то есть носи бомбически можно сделать как уже заказчик там решит так так и будет все друзья пока до нового ролика дядя лёша спасибо тебе за то что был со мной вот они друг другу сказали спасибо вам спасибо за то что смотрели все пока до следующего ролика спасибо спасибо